Сегодня у нас творческая встреча с авторами. Я благодарна авторам, которые смогли к нам сегодня присоединиться. Их, к сожалению, только 5 человек из 14. Но я думаю, это тоже очень немало. И я думаю, мы сегодня очень интересно проведем время. Я бы хотела вначале отблагодарить вас за участие в этой выставке и за то, что вы делаете, за ваши работы, за ваше творчество. Спасибо большое. Николай Дорбыш. Игорь Дорбыш. Игорь Дорбыш. Спасибо большое. Катерина Золотарева. И Екатерина Погребная. Остальные авторы к нам могут сегодня еще присоединиться немножко позже, но это не так. Будем рады, если не смог. А сейчас я предлагаю вернуться на месяц назад и посмотреть ролик, созданный нашими видеооператорами на открытии выставки. Вернуться в атмосферу праздника, как это начнется. Вот мы вернулись на месяц назад, к нам присоединились еще два автора, Евгений Безицкий, присаживайтесь, пожалуйста, и Андрей Пшеничный. Я хочу вас тоже поблагодарить за участие в выставке, если вы можете. Пожалуйста, спасибо большое. Уважаемые гости, если у вас будут возникать какие-то вопросы к нашим авторам, вы обязательно их задавайте. Я думаю, они сделаны, они будут отвечать. Ну а мы перейдем к самому интересному, к общению и к просмотру видеороликов, слайд-фильмов, других работ, не представленных на выставке. Я думаю, мы начнем к автору, которая находится ближе всего ко мне, Екатерина Погребная. Катя уже, в общем-то, не в первый раз, не только выставляется на выставке фото-клуба, участвовала и на других наших выставках и конкурсах. И, на мой взгляд, вы не по днём, а по часам растёте, как автор, за что вам большая тоже благодарность. Я предлагаю начать с просмотра ваших работ, если вы не против, вы их комментируете. Екатерина, вы заняла первое место на конкурсе «Пятая стена», инициированном нашим центром. И, собственно, работа, которую вы сейчас видите, это как раз театральная фотография, сделанная на... Это Маргарита, это как раз. Тоже там осталось? Да, да, да. Крата человека. Уложка. Это? Покалина. Покалина. Возвели на комедию. У меня острая может быть там. Отдельный специфический жанр. В общем-то. А в каком вам жанре интереснее всего работать? Ну, мне нравится и театра, а также репортаж, пейзаж, паркет. Ну, еще не для себя одно направление. Не хотите, наверное, угадать? Или все-таки? Все интересно. Начала макро, попробовала. Ну, еще пока не достигла никаких успехов. Все, пока нравится. Пробовать, экспериментировать. Сколько вы уже времени являетесь членом Харьковского фотоклуба? С 15-го года. Что вам дал? Что такое? Ну, общение, в первую очередь, с коллегами. Советы. Когда находишься в обществе людей, у которых такие же интересы, как у тебя это исполняет, расстреляет. Если бы вы выбирали из своих работ фотографии, которые бы вам предложили дать для участия в каком-нибудь международном фото-журнале, вам бы очень сложно было ее выбрать? Да. Ты каждый раз в ваших клубах. Есть вопросы, уважаемые зрители? К Катерине? Тогда предлагаю погрузиться, продолжить погружаться в ее работы. Катя также будет участвовать, точнее, она уже поучаствовала в конкурсе, выставка по итогам которой будет у нас экспонироваться 16 августа. Ее работы тоже будут представлены на этой выставке. Так что, приходите. Чему посвящена выставка? Дню независимости Украины посвящена выставка. Дню независимости Украины. Выставка здесь будет по итогам конкурса «Нейнка», посвященному Дню независимости Украины. Открою секрет, это одно из фото, которое будет представлено на выставке. Замечательно. А в следующем году у нас будет выставка победителей пятой стены, которая была в прошлом году. Как раз это будет три победителя, где одна из победителей Екатерины. Когда вы делаете пейзаж, вы часто получаете что-то неожиданное и все-таки чаще вы ожидаете то, что хотите получить? Ну, скорее всего, я уже вижу это и пытаюсь передать свою фотографию, но не всегда такое пытается. То есть, бывает такое, что ты видишь, ты находишься в этой грозе, твои ощущения обувные, да? Ты приносишь домой и смотришь на то. Ну ладно, мы можем, потом через год, через год достаешься, но все-таки что-то получилось. Больше времени уходит у вас на съемку или на обработку? На съемку. Я вообще люблю обрабатывать фотографии, поэтому они у меня лежат, так сказать, отложиваются. Ждут своего времени. Студийную съемку пробовали? Интересно? Ну, это больше как работа. Это больше как рабочая работа. Меньше творчество, то есть это надо либо серьезно к этому подходить, но я тоже еще не подходила серьезно к студии. Очень много жанра, потому что вот такие камеры получаются, но не придешь. Да, это получается история. Уважаемые гости, а если есть вопросы к автору, пожалуйста, задавайте. Поглащены, посмотрите. Много путешествий этих лет? Ну, раньше да, но там и потом как-то не очень. Старалась посещать все экскурсии, которые по Харькову там полностью. Какие-то велико-бургусские районы. Там село такое, одна улица. С одной стороны поле, с другой стороны поле. И все, нету никаких магазинов, ничего. Там два раза в неделю приезжает грузовичок, с которого продукты продали. Такие просторы огромные. Благодарю. Благодарю. Ну, а сейчас предлагаю перейти к следующему автору. Цапко Лидия. Тоже начнем рассмотр. А вы на что больше тратите времени? На пленку или на обработку? На обработку. На обработку. На обработку. Я вхожу в город. Очень люблю снимать Харьков. Ахитектуру. И очень люблю снимать людей. Харьковчан. Люблю их эмоции. И вообще жизни Харьковчан. Ну, так называемые стрит-фото. Ну, еще увлекаюсь здесь тоже непредскаженной. В последнее время увлеклась съемкой непостановочных портретов. Ну, пока это только в стадии развития. Но очень увлекает. Эти портреты, они выплачены из жизни. И очень люблю просто страсть у меня к этим живым эмоциям. И если получается, то я испытываю по-настоящему счастливо, когда удалось поймать эти эмоции живые человека. Открою вам тоже небольшой секрет. Лидия тоже участвовала в конкурсе. И ее работы тоже будут представлены на выставке с 16 числа. Если есть вопросы, задавайте. Ну, а так, конечно, предлагаю погружаться в эту красоту. А какой у вас фотоаппарат? У меня зеркальный фотоаппарат Nikon D5000. Уже, конечно, хотелось бы поменять. На более профессиональную камеру, полнокадровую. Но пока цены очень сильно описаются. Я вновь не желаю, чтобы это свершилось. Ну, мечта есть, мечта. Сколько времени было уже в Хадьковском фотоклубе? Два с половиной года. И, конечно, вот, когда я стала членом фотоклуба, ну, моя жизнь просто вот перевернулась. Я искала, искала контакты эти, нашла, меня приняли в клуб. И это много мне дало. Я познакомилась с людьми, с единомышленниками. Интересные встречи у нас проходят. И многое, узнала много, много. Всегда могу обратиться. У нас есть более опытные члены клуба, которые всегда помогут, если обратишься. Ну, еще очень, знаете, очень помогает мне критика. Я люблю свои работы представлять членам нашего клуба, ну, для критических комментариев. Вот без этого вообще невозможен рост. Стараюсь прислушиваться, исправляться. Ну, и благодаря этому, конечно, я сама вижу, что после того, как я попала в клуб, но мои работы стали гораздо лучше. Ну, вот так коротко. Если думать о персоналке, это был пейзаж все-таки? Или, может быть, какая-то концепция? Ну, знаете, ну, у меня, ну, наверное, у меня больше всего работ пейзажа. Еще много есть необработанных, потому что процесс этот длительный. Я люблю часто переделывать. Вот если я что-то новое узнала, я вижу, смотрю на фотографию другими глазами, мне уже хочется там подправить, там исправить, и начинаю по новой. Ну, конечно, персональная, скорее всего, была бы эта пейзажа. Но не против бы была, если бы там же присутствовали и фотографии города, людей, их эмоции. Это тоже интересно, да. Скажите, пожалуйста, работ у вас влияло в том углу, вот черей на узе как детальство и ниже этот мальчик. Это какая-то особая техника? Как удалось сделать такие портреты? Нет, это, кстати, я снимала свою мальчику. И верхний портрет, и нижний портрет — это моя мальчик. Это не постановочная. Это просто мне удалось поймать эти моменты. И, конечно, очень много значило обработку. Обрабатываете в фотошопе? Да, в фотошопе. И я же говорю, все время… Смотрели уже, да, по-моему, уже? Если я не ошибаюсь, по кругу уже. Да, это уже было. Хорошо. Мы вернемся еще к Лидии, как Екатерине. А сейчас я предлагаю перейти к нашему следующему автору, к Татьяне Котвиной. У нас была лекция с Татьяной 2-го августа, если я не ошибаюсь, интереснейшая, о фотографировании натюрморта. Но, как вы могли наблюдать на выставке, Татьяна после натюрморта перешла к портрету. Поэтому я предлагаю, с чего мы начнем? С портрета? Да, с портрета. С «Дарить вашу грусть». Дарить вашу грусть, пока еще не поздно. Не отводите взгляд, не закрывайте глаз. Я помню наизусть ночного неба звезды, Цветным дождем преград. Упавшие для нас, Цветным дождем преград. Упавшие для нас, Дарите теплоту, Пока она осталась дающим повытью. Что может потерять, По теме на цвету? А времени так мало, Душа сама найдет, Кому и что отдать? Дарите вашу боль. Не бойтесь ненароком, Ту слабость показать, Что в память у целей, Вкушаем жизнь и соль. Не пропустите срока, Пока тепло руки Способно душу греть. Судьбой заведено, А время все просудит. Не отворить дверь Наверное, никому И больше не дано. А равного не будет, Но меньшего теперь. От вас я не приму, Но меньшего теперь. От вас я не приму. Не дарите вашу грусть, Пока еще не поздно. Не отводите взгляд, Не закрывайте глаз. Я помню наизусть Ночного неба звезды, Светлым дождем преград, Упавшие для нас. Вот такая презентация, Ну, удивительная. Лекцию о секретах фотографирования натюрморта Можно посмотреть у нас на сайте, Ну, на канале в YouTube Харьковский областной центр культуры и искусства, Которая у нас была 2 августа. А теперь предлагаю перейти в портрет. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Мои знакомые ко мне приходят и готовы даже ждать, пока я понимаю, что я человек, у меня есть основная работа. Я не всегда могу быстро выдать материалы, быстро прийти на съемку, готовы ждать, пока у меня будет время, готовы ждать, пока я уработаю. Я, извините, прослушала, сколько вы тратите по третий, если она, например, в 4-6 часа? Ну и студийная съемка, это 1,5-2 часа обычно, а потом обработка. В зависимости от того, как прошла съемка и какая модель, время обработки от этого зависит. То есть я не снимаю в дорогих интерьерных студиях, и зачастую у меня подставные фоны, но это дополнительное время обработки. То есть вообще это в ваших условиях? Нет, нет, я снимаю в студиях, но не в интерьерных, не в дорогих студиях. Я снимаю в дешевых студиях, где нет всякой ненужной фишуры, где только фон и свет. Ну, собственно, все, что нужно. Да, да, для портрета, для того, чтобы показать человека, раскрыть его душу, показать его через его глаза, показать, какой это человек, раскрыть его состояние душевное. Не надо интерьер, достаточно одного стула, фона и пару источников свет. Плюс это психологически портрет. Больше, да. Ну и плюс это люди знакомые мне, я их, в общем-то, хорошо знаю, я знаю, что мне из них надо вытащить, как с ними работать. Да, это, наверное, одно из самых сложных моментов у портретиста. Это как раз психологический момент, что с незнакомым человеком нужно сначала познакомиться. Хотя бывают сюрпризы, я снимала недавно, мало знакомую, как бы, жену своего сотрудника, но я с ним пару раз по жизни пересекалась, ожидала, что это была полная зажатость в кадре. Ну, предварительно с девочкой общались, она пришла, села, два часа пролетели. Повезло. Незаметно вообще, и очень много хорошего материала отснято, ждет своей очереди. Я поняла, благодарю. Есть еще вопросы к Татьяне? Тогда предлагаю переходить к нашему следующему. Автора Андрея Пшеничной не принесли слайд-шоу. К сожалению, нету слайд-шоу, но я думаю, мы и так владеем информацией. Его работы представлены в той части галереи. В основном, это стрип-фото. Могу листать? Да, и здесь, и здесь. Во всей галереи. Во всей галереи. В основном, это стрип-фото. Расскажите немножко, почему вы на этот жанр, или, может быть, вы в других жанрах работаете? В основном, там, где в кадре присутствуют люди, но есть и, так называемые, все-таки изучены. Нравится все это, мне нравится снимать людей, хочу повторить то, что вы, будущие коллеги, состояние людей, эмоции, это очень интересно. В принципе, фиксировать жизнь, которая вокруг, это те два направления, которые мне нравится. Предпочитаю сроку ЧБ, предпочитаю ЧБ, нравится больше, но в последнее время переключился на крючок, сейчас в тренингах, в лечении идет с тем, кто будет. Расскажите немножко об этом, я вас прошу. Почему? Какие плюсы? В чем сложность? Ну, понятно, что сложность в отборе и в самом процессе, ну, а что, почему вы решили на крючок? Я бы не сравнивать, иногда сталкивался с тем, что пытаются сравнить, что лучше, пленка или цифра, плюсы, минусы. Мне кажется, в каждом представлении есть свои, я бы не назвал даже плюсы, свои особенности. Разная картинка, разная атмосфера. Ну, мне сейчас новая волна, очень нравится атмосфера, которая создает пленка, причем это касается и портрета, и... А каково она атмосфера? Ну, пленка, она бывает мягче, бывает жестче, но сказать какую... Ну, мне тяжело передать словами, вот, когда посмотрите сюда фотографии, да, то разница видна, но вот это мое увлечение. Одна из особенностей съемки на прогулку, это и дисциплинирует, потому что с цифрой вышел, можно чел-чел-чел делать с прогулки, несколько сотен кадров, прийти домой, выбирать, выбрать пару кадров, чтобы ничего не оставить. Есть почему, с цифрой, например, это тысячи кадров за фотоаппарат, а пленка, во-первых, столько пленки с собой в кармане не подносишься, а во-вторых, для примера, нет, ну, цифровой фотоаппарат, он стоит дороже изначально пленочного, сейчас, да, можно там приводить, но это ты один раз потратился, и потом получаешь удовольствие, ресурс затвора аппарата, то есть 150-300 тысяч за фотоаппарат. С пленкой по-другому вышел, но вот я сейчас хожу так, счет 15 гривен, счет 15 гривен. Это имеется в виду, ну, картинка на экране, ну, если хочешь печатать, значит, потом дальше печатаешь. Вы печатаете в студиях или проведаете сами? Ну, стоимость 15, сейчас это входит конкретно пленка, то, что я отдавал на прогулку, но сейчас вот уже буду делать сам весь процесс, если кто-то и лечитель купил у нас в этом году, потом с вами и обучается. Буду очень благодарна, если вы познакомитесь с нас, со своими работами. Сначала, чтобы они боились. В цифровом виде есть уже, а... Ну, прям, когда дают картинку, вот, в плане портрета она дает более мягкую картинку. Сейчас у меня уже есть несколько картинок. Мне нравится. Совсем другое. Оно у нас будет... Другое. Ну, тогда, благодарим. Есть вопросы к Андрею? Пожалуйста. Тогда предлагаю перейти к нашему следующему автору. Мы еще вернемся к Андрею. Это Татьяна Золотарева. Татьяна представила макросъемку, замечательной работы с уливками. Ну, или только... Я предлагаю посмотреть презентацию. Татьяна, одна из молодых новых авторов фотоклуба. Сколько вы уже в фотоклубе? Я два с половиной года. Поэтому я еще только учусь. Мне еще очень много нужно научиться. Поэтому то, что моя работа здесь, для меня это очень-очень важно. Я поблагодарить. Хочу их просто так глубо за оценку. Потому что они здесь. Я могу показать их. Ну, как было... Мое увеличение началось. Несколько лет назад. Когда я... Когда появился Коля современных топоров. И как-то идя с работы. Я просто увидела убитку. Приползающую мне дорогу. Ну, и принесла домой. С тех, кто не дружит. Ну, к сожалению, на моем пути встречаются только два вида. Это коричневая раковина, да, виноградная обычная. И... Белая раковина с черной полосочкой. Это... Садовая цепель. Она еще как-то называется австрийская. Вот. Коричневая. Они вот... Ну, как бы такие... Более медленные. Более осторожные. Вот если она спрячется... Это надо полчаса ждать, пока она появится. А вот эти вот... С белой раковиной. Я их обожаю. Они как дети. Такие шустрые, любознательные. Только спряталась тут живой полной. Эти рожки у них. Ну, то есть... И они меньше размера, но они такие вот живые. Я их не хочу. Благодарные модели. Да. Да, да. Чудесно. Пробовали другой вид? А, ну вот, да, пробовали. Ну, я сейчас... Дело в том, что у меня есть основная работа. Если я вечером, там, за полночкой... И, допустим, найти какое-то насекомое, честно, в каком... Мне трудно. Вот всё, что я нахожу, идя с работы домой... Вот оно... Как бы вот божью коровку я, например, за это летучим. Но... Найти. Чтоб я кого-то найти. Поэтому у меня только вот улитки пока. Но мне и насекомые интересные. А вдруг в других жанрах пробовали? Нет. Я люблю, но у меня просто... Ну, так сказать, возможности... Потому что есть основная работа. А вдруг мы вечером уединяем все эти души. А какой вы свет используете? Что у вас? Лавку, что обычно? Обычная, а остальная. Всё. Сложно. Ну, если есть вопросы к Татьяне, задавайте. Если нет, мы ещё вернёмся. А я предлагаю перейти к следующему автору. Это Николай Дубыш. Николай представил на выставке стрит-фотографию в той части зала. А мы посмотрим. Вот ещё одна здесь. А та и трейд-фотография в этой зале. А та и трейд-фотография в этой зале. Прекрасная работа. Сложно. Подписывайтесь на мой канал. Замить. И ещё один раз. А трейд-фотография в этой зале. Идём завтра. Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка